Мы тут два ядра за встретили, они раздают буклеты забастовки избирателей, что делать и чего не делать 18 марта. Рынь у тебя будет время там. Ожидаем. Давайте покажем, что там не ваши. Да, конечно, а можно сначала ваши посмотреть, я забыл, как вас там. Да, удостоверение. Снимать удостоверение не нужно. Снимать можно. Удостоверение снимать не нужно. Закон 8-го полиции гласит. Так, младший лейтенант полиции, гапанец Дмитрий Геннадьевич, инспектор. Все? Да. Документы у них есть для тебя какие-нибудь? Каспорта. Поподробнее, что написано в буклете? Забастовки избирателей. Нет, председатель может. Доставляйте данные граждан в отдел полиции номер один. А, собственно, на каком основании доставление будет? То есть никаких же нарушений нет, закона? Доставляйте данные граждан в отдел полиции номер один. Будем изучать, что вы раздаете. А можно паспорт, пожалуйста? Здесь у вас паспорт будет. А вы кто? Сейчас, возьмите телефон. Так, УНВД России по городу Смоленск. Мельников Владимир Александрович. Стажер по должности полицейского УВД. А, взвода номер один. Штук тридцать? Ну, штук тридцать весь минус, в общей сумме. Всего штук тридцать около того. Вы, значит, никого не представляете, да? Нет, абсолютно. Я просто обычный гражданин. А, в Смоленском штабе Навального взяли. То есть, она абсолютно законна. Нет, я просто обычный гражданин пришел в штаб, поговорил, вот. И решил, ну, почему бы не раздать. То есть, это приглашение именно наблюдателям на выборы. Ну, и, собственно, не... Вы представляете Навального? Нет. Я обычный гражданин, пришедший в штаб и взявший эти листовочки, буклеты. Так. Ну, по своей инициативе. То есть, не по инициативе Навального, никакого заказа там не было и так далее. Вот. А, хорошо. То есть, вы за свой счет распечатывали? Нет. Взяли в штабе... Да! Ну, не знаю, сказали, что они с машиной, я же понял, где. А Леша взял. А то, что-то, вы звоните не можете. Нет. Где вы взяли? А? Где вы взяли? В штабе Навального, в Смоленске. А? В штабе Навального, в Смоленске. Сколько он платит за это? Нисколько, это волонтерство. Волонтерство? Да. То есть, никакой коммерции, никаких... Короче, можно мы возьмем 51-ю статью? Да. Только сначала мы удостоверим вашу личность, кто вы. А кто берите, что вы хотите. Так, все, уже паспорта... Да, проверим. Я просто переписал ваши данные. Так. Ну, вы же можете по рации передать. Ну, мы по-мужем, что-то... Вот. То есть, из-за нас... А можете представить, пожалуйста, просто вы так подошли? А? А можете представить? Участковый Лежисковый Моисейкин Игорь Михайлович меня зовут. Еще раз. Участковый Моисейкин Игорь Михайлович. Ага, Моисейкин Игорь Михайлович. Все, понял. Хотели доставить, сейчас говорят об изъятии листовок. Сколько у вас? Так, я понял. А какие основания у вас для изъятия, собственно? Проверку будем проводить. На каком основании вы здесь осуществляете данную раздачу? Проверку буду проводить. Вы в курсе, что перед выборами нельзя раздавать эти листовки? Информационная агитация считается. Ну, как нельзя раздавать, если это... Так, в избирательную комиссию ходили, упрочняли? Так, разрешения нет и не должно быть. Вы или с вами разговариваете, или по телефону? Так, держи. Так, разрешения не должно быть. То есть, агитация... Сколько дней до выборов осталось? Агитация запрещена. Агитация за кого? Да даже не за кого, вообще любая агитационная программа. Нет, по статье 5.12, 5.11. Агитируете против всех, я так понимаю? Нет, это агитация за то, чтобы люди шли наблюдателями. Чтобы они сами смотрели, чтобы не было фальсификаций. Не ходи, значит, идти наблюдателем? Да, собственно, смотрите, не ходи на выборы, а идти наблюдателем. Сейчас приедут в отдел полиции номер один, Гарина 15. Приедут по борьбе с экстремизмом, будут изучать... Да я согласен. ...соответственно, ваших бестовцев. Так, ты слышишь, говоришь, нет? Нет, лишь слушай. А, ну скажи, что... Ну скажи, скажи. Ага, да. Да. Нас хотят первого участка доставить и эшников доставить. И выездадут, то... ...соторожать от этого пола. ...из отдела по борьбе с экстремизмом, чтобы по политике наше проверяли. Да. Пока данные тоже... Нет, их не только хотят изъять, нас еще хотят в отдел доставить. Да. И вызвать эшников. Скажи, что дежурный сказал доставить у нас. Что они об этом думают? Да... Есть ли нарушения или нет? Они ответ ключу дадут. Да, Сережа, я это выясняю. Вы сами местные? В Смоленске? Да. Около 30-ти, даже не знаю. Ну да, там плюс-минус. Да? Ну а, собственно, смотрите. То есть, в чем смысл доставления, на каких основаниях, если листовки можете изъять, просто протокол составить и, собственно, все. То есть, об изъятии, статья 27.7, личный досмотр, досмотр вещей находящихся при физическом лице осуществляется. Ну, вы хотите изъять, то есть, досмотреть хотите. Так, это вот одну листовочку, но вы же хотите и остальные, то есть, я осмотрю. Ну, то есть, понимаю, на основании нет, нас задерживать и доставлять. Я правильно понимаю? Указание дежурного. Так, ну, указание, ну, а основание, то есть, оснований же нет. Указание дежурного, сам Навальный.ком. Так, ну, это же все законно. Что это? Ну, законно же все, Навальный.ком, обычный сайт. Местные? Да. Смоленские. Ну, надо будет доехать до дела. Так, а на каких основаниях, скажите, пожалуйста? Основания. То есть, незаконной агитации, здесь нет иных нарушений, нет? Мы будем выяснять, есть тут незаконная агитация или нет. Вы так переживаете? Ну, что в тюрьму увидел? Там компетентные люди с вами побеседуют и объяснят. Вот, нет. Проходите к автомобилю. Так. Нет, нет, с другой стороны. Ты едешь? Окей. Конечно. Садимся в автомобиль. А-а-а! У нас так модно, значит. Спички, зажигалки, колеси, режешь? Или имеются? Да, имеются. Но у нас, как я понимаю, должно составляться прокол об изъятии личных вещей, чтобы это не было себе присвоено. Вещи ваши, кроме зажигалки, спички, кто ничего не взымает? Так. Личные вещи ваши? Ну, это же личная вещь зажигалка. А если мне в ладь, в ладь, в ладь, в ладь, закурите? Вот, ничего не взымает. Сейчас мы приедем, владел вам все. Хорошо, хорошо. Или нож будет. Я открою дверь, и вы мне ножом ударите. Дальше еще. Понятно. Ну, вот. Это безопасность. Ваша гимназия. Берите. Видите, у вас должно быть. Ну, мультитул, то есть там не только. Больше ничего нет? Больше ничего нет. Товарищ не курит? Ну, вот. Нас без наручников, то есть не стали ковать у нас наручники. То есть они, я думаю, сами понимали, что мы какие-либо опасные преступники, и они не отбитые люди, к счастью. Они нас привезли без наручников, посадили в отделе полиции, в каком-то спец-помещении под предлогом вот этим, что это какой-то режимный объект, они пускали как раз-таки юристов, что сюда нельзя ходить посторонним. Мы сидели на стульях 2-3 часа. Вот в это все время мы ходатайствовались на обыске правозащитника. Пытались письменно, но нас игнорировали сразу несколько сотрудников. На протяжении вот этого всего времени мы просили бумагу, чтобы писано ходатайствовать о обыске правозащитника. Что касается обращения, воды, конечно же, нет. Воду нам давали, один стаканчик пластиковый, ну сколько там, 200 миллилитров или чуть меньше, на двоих человек. Воду мне сказали, либо из-под крана пейте, либо у нас нету. Но в итоге там нашелся один адекватный человек. Если не ошибаюсь, это был дежурный как раз-таки на тот момент, который принес нам кипяченой воды. После трех часов нашего задержания поступил звонок, или дежурный обратился к руководству, что делать. То есть они уже три часа у нас находятся, а у нас нет как бы ничего на них по сути. Позвонили руководству, в общем, связались с руководством и сказали ему, оформляйте по 20.2 часть 2. Мол, они как-то там или шествие устроили, или пикет. И, соответственно, прислали участкового, который все это оформлял по бумагу. Насколько я понимаю, если вот эту всю цепочку брать, кто задействован был, во-первых, это сам непосредственно Жбанов, который написал, насколько он, заявление на нас, что мы незаконно там какие-то агитационные материалы раздаем. То есть замглавы администрации, администрации, как можно сказать. Затем, то есть руководство само ОМВД, вот это вот номер один. Третье, возможно, Центр по противодействию экстремизму. Нас не кормили, то есть они не предложили еду, хотя мы просили. То есть, насколько я понимаю, предоставляется горячая еда после трех часов. И вода, конечно же, то есть без воды никак, то есть воду они обязаны предоставлять. Поддержка, она на самом деле много значит. То есть вот сидит сынья такой, например, видит перед ним только правозащитник максимум, да, тот, кто совершил правонарушение. И он такой думает, ну вынесу я, например, как мне указали там сверху, тот приказ, который мне дали. Ну окей. Вот. А тут десять человек, и он понимает, что это дело навальницкое, так скажем, что сейчас по всей стране. И как и были задержания, так и сейчас продолжаются. Тем более, что не просто задержания, а совершенно незаконные посадки, так скажем, в СИЗО. То есть на пятнадцать, на тридцать суток просто беспрецедентные случаи даже бывают. И, конечно же, огромный штраф.